видео журнал горячий мастер представляет участок на склоне ступени чужого величия и снова мы обсуждаем с вами очень сложный вопрос добрососедство вот рассмотрим ситуацию когда дом стоит в общем-то не на очень крутом склоне рядом с другими домами и видим что такая сложилась ситуация что какая-то соседская постройка расположена на насыпи а само основание насыпи располагается на участке соседа кто это придумал это же могут подумать просто какое-то хамство или безобразие но на самом деле когда начинает строить дома иногда складывается такая ситуация которая называется кто первый или кто шустрее тот и городит так как ему охота и потом уже всех ставит перед фактом что ничего изменить нельзя и уже стоит что-то построенное таким образом бронирует какую-то насыпь на вашей усадьбе вот посмотрим теперь давайте более схематично вот эту картинку мы сейчас перенесем с вами в некую такую схему чтобы посмотреть что же было изначально в подобной ситуации изначально был не очень крутой склон на котором были наделены участки ну склон как сказать насколько крутой некоторые скажут довольно таки красивый склон вот вот этот вот не крутой склон был разделен на два участка на участок первый и на участок второй и теперь каждый из соседей думает как же мне обустроить свой участок и вот владелец 2 участка он подразумевает что границы его участка простирается прямо до космоса понимаете включая воздушное пространство и раз такое право есть значит можно выровнять свой участок в чистом виде до своих истинных границ недолго сказка сказывается быстро дело делается приезжает бульдозер и выравнивает вот так вот участок соседа до его истинной границы вводит ему так сказать горизонталь но горизонталь происходит в ущерб участку соседу вот у нас то что вот это выделено отвал на участке соседок вот это так называемый балласт как у железнодорожников образуется на участке соседа да кто позволит вообще это откуда это вообще взялось но раз уж отсыпали его во время сосед не прибежал в зубы или как там разбираться быльем поросло появился на этом уже уступе дом или еще там что-то но скажите а что мешает соседу нижнему пригнать точно такой же бульдозер и восстановить свои границы ведь когда сосед с одного участка верхнего не спрашивает соседа с нижнего участка наваливает на его усадьбу в гору чего-нибудь почему же нельзя срезать ровно столько же или даже больше до своих истинных границ ведь каков как говорится привет таков и ответ и если тогда хозяин срежет первого участка вот этот вот груд что же тогда будет с постройкой которая установлена на этом уступе естественно она завалится и в конце видео вы увидите яркие примеры как на самом деле подкапываются подобные строения я ничего не придумал просто по роду своей деятельности по экспертизе и оценке недвижимости я сталкиваюсь с такими скандалами которые вам просто во сне и не приснятся или бывает такая ситуация вот такой небольшой склон на котором владелец уже первого участка хочет наградить что-то такое и также выравнивает себе горизонталь просто как говорится подкапывается под участок соседа номер два у соседа номер два получается опять-таки уступ который всем кажется что ничего страшного но уступ себе и уступ и пускай граница будет по этому уступу у первого участка все ровненько а у второго получается тоже пусть ровненько но с некоторой ступенечкой но на самом деле на этот уступ ничего нельзя поставить потому что делать какие-то берега укрепительные работы это очень дорого и на этом уступе дом строить никак нельзя если же дом все-таки и поставить то он естественно также будет заваливаться на этом уступе и к стройке это непригодно рассмотрим еще одну жуткую ситуацию если на этом же склоне владелец участка номер два решить выровнять свой участок немножко другим способом возьмет и настроит себе вот такие вот бетонные я называю это бетонные плотины которые заваливаются грунтом для того чтобы участок был идеально ровный при этом ничего не наваливать на участок соседа ну в начале это начинается вот так производится отвал тогда он немножко уже осягнет этот грунт начинает городить бетонную стену вроде бы так сказать соседу ничего не мешает но это бывает приним принимает очень жуткие размеры когда вот это вот стена может быть и три и четыре метра и уже потом на дней строится что-нибудь там вот нам прислали наши зрители вот такие вот жуткие кадры откуда-то с урала и вот получается что если на такой вот жуткой ступени которые вам поставили перед вашей усадьбой еще и сверху построить дом на два на три этажа то что же будет тогда с вашей усадьбой вы там где будете жить в каком-то каньоне что ли ну вот и а кто же сказал что человек на участке который как говорится которого унизили почему он не может возвысить себя почему он не может пригнать бульдозер и выровнять свой участок тоже до своих приемлемых размеров тогда вся эта ступень просто возьмет и завалится но мне скажут да нет не может быть я скажу еще глубже может выкопать и сейчас я вам покажу доказательства как это бывает реальные видео конкретные тоже нам прислали люди замечают очень много интересного что мешает подкопать вот видите вот дом установлен и вот так вот подрывает прям под этот дом на глубину 4 метра вот так я вам скажу это не кодлован кто-то скажет это кодлован под стройку потом все укрепят поставят дом и все будет прекрасно нет на самом деле это просто выравнивают участок в ущерб строением которые есть уже у соседа ущерб забору который стоит видите глубина больше высоты забора в два раза и прямо плотной под забор вот так вот выкапывают чтобы получить большой так сказать ровный участок горизонтальный и никого не волнует почему то что все это может просто завалиться даже на тех людей которые выравниваются участок снизу на семью которая там лежит на солнышке загорает или сидят там шашлык жарят так вот я вам скажу когда вот такие вот ситуации с таким вот недобрососедством изначально начинается на участках то вот это вот тихая война она бывает всегда и рано или поздно что-нибудь на кого-нибудь упадет я не говорю про кирпичи которые иногда говорят летают но я против насилия я просто скажу что вся вот эта строительная физика она заключается в том что все что построено на какой-то искусственной насыпи вот такой вот которую наградили дилетанты вот такие слишком уверенные в себе пузатые мужички у которых кроме упрянства в голове больше ничего нет рано или поздно что-нибудь когда-нибудь куда-нибудь упадет это не добавит стоимости при продаже при продаже мы сразу видим что если вот этот скандал изначально заложен в земле устройства усадьбы то никто это никогда не купит поэтому планируйте свои участки на легких склонах или на средних склонах совершенно правильно лучше спросите тех кто знает как это делать чем городить вот такую вот беду себе на голову в описании вы сможете увидеть все ссылки которые вам будет полезно посмотреть чтобы еще глубже разбираться в этом процессе устройства усадьбы на склонах у нас очень много видео которые зрители наши считают спорными и ведут очень шумные дискуссии